Наталья. Она реагирует на ролик о Брэкзите и пишет, что население было нагло обманто перед референдумом. Населению были обещаны горы золотые, населению про проблемы с ирландской границей не было сказано ничего. Ну и вообще с информацией о последствиях было как-то плоховато. Ну и проголосовало за выход только 52% от голосовавших. Сильно подозреваю, что к нынешнему моменту уже поменявших свой выбор. Ну, Наталья, значит, я внимательно изучал, как это происходит, там голосование. В Люксембурге, кстати говоря, в частности, прям такой исследовательский процесс, специальная командировка была еще во время депутатства. Ну, они, избиратели, там очень профессионально действуют. Приходят люди, сторонники той или иной партии, их принимают, поют чаем, они рассказывают подробно, в чем программа, в чем она состоит, какие-то плюсы, какие минусы. То есть, они не ориентируются, как это, к сожалению, в России происходит, на внешний вид избираемого. Они разбираются и в Германии то же самое, и в Соединенных Штатах. Ну, в Соединенных Штатах в меньшей степени, надо быть честным. Вот. А уж в Великобритании точно изучают проблему, вникают, читают. Очень много информации, как вы понимаете, информации за и против. Вот этот перевес, который вы считаете несущественным, там, 2-6 процентов, это очень много. В референдуме, значит, 6 или даже 8 процентов, я не помню, там, сколько людей воздержалось. Видимо, очень много. И это голосовали те, кто хотели высказаться по этому поводу. Хотели, чтобы их мнение было оценено. И там, митинги проходили за выход из ЕС, против выхода из ЕС. И огромное количество статей, дискуссий. Это очень сильный перевес. И то, что на каком-то этапе парламент, депутаты парламента, не хотели поддерживать результаты референдума, но это было для них большой риск. Вот. Я не думаю, что ваше предположение о том, что их обманули, достоверно. Нет, невозможно. Люди разбирались, они голосовали осознанно. И с информацией было достаточно. Это не вы путаете с Крымом. Там действительно было мало информации. И все аргументы, которые там мы приводили, все же было сказано о том, что цены изменятся после того, как всем начнут платить пенсию в рублях. И то, что они делали, жители Крыма, многие, переводили новые пенсии в гривны. На гривны, так сказать, мысленно покупали продукты. Получалось там в восемь раз больше. В восемь. Какие тут аргументы? Ну, конечно, надо голосовать за присоединение к пенсиям российским. Не к России, а к российским пенсиям. Ну, проголосовали. Значит, российские пенсии получили. Но, соответственно, поднялись цены. Прекратился экспорт с Украины дешевых продуктов, дешевых товаров. Появился экспорт из России. Поднялись цены даже с московскими, по сравнению с московскими. И получили вот то, о чем мы предупреждали, собственно говоря. Хороший опыт, хороший обучающий пример. Сами хотели, сами и получили. А здесь нет, здесь все не так. К нынешнему моменту поменяли свой выбор. А Наталья? Ну, это же, наверное, важно. И там еще можно проводить несколько референдумов, пока им не надоест. И они не скажут, ну, черт с вами, против выхода проголосуют. Но так быстро позиции избирателей, тех, кто голосует, не меняются. Вот, к сожалению, особенно в Англии, консервативное мышление, это норма. Я думаю, что речь идет об изменении там на десятый процент. Вот, вы еще тут пишете, что следующий ваш пост по поводу Гиммельфарба, что он врет, что его преследовали. Вы пишете, почитала название, оторопи взяла. Неужели Константин Натанович так считает? Посмотрел, отлегло от сердца. Да, я, конечно, так не считаю, так был задан вопрос. Что Гиммельфарб врет, что его преследуют. На самом деле, просто он, я уж не помню, какой там аргумент. По-моему, денег хотел так заработать. Ну, это смешно, да. Вот, так что вы не тролль, поэтому я с удовольствием отвечаю на ваш вопрос.